Царь арбузом сидит на стуле. Сапа улица Светлая, Аквамарин. Шоп и ужас. Пустые пляжи города-курорта Анапа. Кончаются водоросли. И начинается опять кристально чистое и прекрасное море. Кисель из водорослей. Пляж Мираклеон. Ну какое же море, друзья мои. Как же манит оно. Берега все заняты. Повторяюсь, места есть. Людей явно становится меньше. Мест предостаточно. Так что, ребята, можно спокойно приезжать и отдыхать. Пожалуйста, не бросайте мусор. Нет мусора. Заберитесь с собой. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас 28 августа 2024 года. Поселке Витязева. Находимся мы напротив Пятерочки. Я думаю, это место известно многим. Туда вниз у нас курорт Мираклеон находится. Четыре дня и кончится лето. Хочется вам сегодня показать это летнее счастье. Тем более море было прекрасным. И чтобы вы это лето запомнили именно таким. 31 температура воздуха. Хотя по прогнозам 29 всего лишь должна была быть. И мы сегодня отсюда с вами прогуляемся на пляж Мираклеона. Пройдем мимо пляжа Мираклеона. И выйдем по улице Светла. И заглянем в гости к моему дорогому другу Джанику. На чебуреке к его маме. Так что, приятного просмотра. Жду вас в комментариях. Не забывайте ставить сердечки. Делиться этим видео. Кнопочка поделиться под каждым. Имеется отправляйте друзьям, товарищам, чтобы нас становилось больше. А также подписывайтесь на телеграм, вконтакте группу. Буду вас везде рад видеть от души. И для души для вас снимаю, друзья мои. К концу лета у нас уже травка везде повыгорала. И давайте более подробно смотреть на эти территории. Как они выглядят. Здесь остановка. Магазинчики находятся на. Пикс прайс под пятерочкой. Также расположен. День добрый. Хорошего вам заканчания сезона. Наши люди везде. Это прекрасно. Ну, а мы по этой дороге отправляемся в сторону подземного пешеходного перехода. Детей, видите, что много отдыхают. Приезжают организованными группами. У нас отснято в микрорайоне Лазурного. Очень много разнообразных гостей. Если вы отдыхали где-то, тоже пишите отзывы, советуйте. Потому что подписчики читают ваши отзывы. Я их стараюсь еще и в Телеграм дополнительно опубликовать. И выбирают места, которые советуете именно вы. Такие у нас душегубки ходят. Без кондиционеров в Анапу ездят. Это очень страшно для курорта. Хочется, чтобы как в Сочи автобусы с кондиционерами. Все-таки приходила к нам цивилизация. Здесь у нас убитый тротуар. В большом усажении. Не буду сегодня акцентировать сильно на мусоре. Потому что с Благовещенской пришли к нам сообщения о том, что так много ты там ныл. Ну, блин, душа болела. Потому что везде смотришь. Обидно, когда люди относятся так плохо к тем территориям, на которые приезжают. Один из комментариев говорит, заткнись. Хватит ныть. Мы приезжаем, вам деньги приносим. Терпите. Господи. Терпим. Будем терпеть. Ну, а здесь, конечно, вопрос к нашим администрациям. Почему тротуар в таком плачевном состоянии? При том, что с той стороны там все территории выделены под парковки. Здесь он, можно сказать, единственный. И выглядит, ну, крайне плачевно. С той стороны мы пошли. Пандок Кавказ. Дальше. Реппинг отель. И вот еще один отель. Он у меня есть на обзоре. Такой маленький. Между Пандоком и Реппином. Название сейчас его не знаю. Здесь Адри отель. Потом Вачан. Называется следующий. Здесь у нас высаженные деревья были. Но, к сожалению, некоторые из них погибли. А как жалко. Внизу находится у нас Фиолета. Можно увидеть его корпуса с правой стороны. Чуть-то до дачи подойдем. Покажу, как выглядит красиво бассейн. Как там люди отдыхают. Здесь какие-то строительные работы снизу идут. И построен уже новый корпус. Я так понимаю, что он, скорее всего, к Фиолету и будет относиться. Ну и спасибо, что вы к нам приехали. Деньги привезли. И еще. Мусор выкидывают не обязательно те люди, которые к нам приезжают на отдых. Это отдыхающие. Имеется в виду все те, кто отдыхают и за собой не убирают. Это могут быть и местные люди, к большому сожалению. И приезжие. В общем, я ко всем обращаюсь. Пожалуйста, не бросайте мусор. Нет мусора. Заберитесь с собой. В другом месте выбросите. И будет наш мир чище становиться. Ну а здесь прям такой оазис у Фиолета. Людей, кстати, немного возле бассейнов. Потому что сидим в море. Просто кайфовое ветро. Нету. Отдых от души и для души. С левой стороны называется отель-столовая Прованс. Продают разные вещи. Здесь у нас панорама-отель. И внизу есть место, где можно гранат-пап. Называется оно поесть. И также магазинчик работает. Напротив у нас столовая Чайка. Пишите ваши отзывы. Как там в этом году. Я ее снимал как-то раз на обзорчике. Ну и сам. Там Чайка, пансионат находится. Ну а также это место многие узнают. На въезде, видите, здесь стоит вот такой вот крест. Стройка здесь не прекращалась ни на день все лето. Не знаю, мешала ли она отдыхающим все лето. Но мы видим уже готовый корпус. Который пока здесь находится за деревьями. Потом посмотрим, как благоустроят эту территорию. Спускаться можно и с той стороны. Там вы будете через дорогу переходить. Через подземный пешеходный переход. О котором сегодня мы читаем очень много нелестных отзывов. Что он грязный, его не убирают. А там находится ЖК. У нас солнечный зовется. А также медицинский центр расположен. Местами в комплексе в этом уже вставлены окна. Заканчиваются фасадные работы. Кипит, кипит работа. В следующем году мы увидим еще один корпус. Посмотрим, будет он так же относиться к фиолету. Я думаю, что да. Потому что бассейн там есть уже готовый. Чтобы этим не воспользоваться. Ну а медицинский центр называется Бригантина. Также у нас памятник Великой Отечественной войны. Здесь стоит гаубица. Также вот с микрорайона улицы Бватарейной. Вот этого лазурного, мимо Солнечного. Есть проход туда вниз. Там находится столовая. И вкусные продукты магазинчик. Которые тоже в принципе хвалят. Мы же по лестнице спускаемся вниз. Раньше здесь деревья были. Сейчас немножко их проведили, я так понимаю. И тут вовсю прокладывают коммуникации к этому зданию. Здесь тоже хочется поблагодарить всех, кто к нам приезжает. И вот такой вот вот себя оставляет. Большому сожалению, мы такое видим и в зимний период времени. Отсутствие мусора, да, конечно, это косяк. Но отсутствие воспитания в голове, это совсем другое. Жалко, что так, конечно же. Подходим к подземному пешеходному переходу. Тут фрукты, овощи развал у нас продают. Сюда экскурсии. Слушайте, сейчас чисто переходим, могу сказать. Может быть, подействовали ваши жалобы и все поубирали. Тут немножко переезжает фрукты, овощи дальше. Под тени деревьев, чтобы продавать вам. Мы же с вами, ребята, сейчас выходим напрямую, которая нас приведет непосредственно на пляж Мчужная Россия. С левой стороны есть остановочка. Также там находится база отдыха Фалина с пляжа, который очень часто ведут свои репортажи в телеграм-канале. Призываю, подписывайтесь. И благодарю всех, кто участвует в наших видеообзорах. Потому что благодаря вам мы все лето получаем самую свежую информацию. Там, где чистое море, там, где какие пляжи и какая информация на них появляется. Спасибо вам всем, дорогие, за проделанную работу этого сезона. Всем, кто приезжали и не забывали ей делиться. Но у нас еще сентябрь впереди. Это называется у нас бабье лето. Либо бархатный сезон. Так что, если вы хотите приезжать, обязательно приезжайте. На первую часть сентября прогноз вроде бы очень хороший. Но, честно, доверять прогнозам не могу, потому что он даже на день вперед очень сильно меняется. Здесь пешеходный переход через светофор как раз-таки. Кафалини есть. Вышки с этого связи. Но интернета в этом году у нас, к сожалению, слишком мало, чтобы даже хорошие трансляции проводить. Жалко, что так, конечно. В этом году перечли, наверное, больше на видеоформат. С другой стороны, это более качественные ролики и более интересные. Здесь у нас проезд фиолета. Куча машин по бокам. Ну, а тут дальше рыночек, который, в принципе, работает уже много лет. И здесь продают все от одежды до продуктов питания. Ну, и всякие разные сувенирчики для вас, друзья. Мы выходим на полянку перед дачей Дель Сол. Она тоже к курорту Мираклеон наносится. Здесь очень красивое озеленение. Не хватает, конечно, только высоких деревьев. Количество людей, покупающих разные вещи, тоже радует, я думаю, наших продавцов. А здесь фонтан. Он с подсветкой. В ночное время очень красиво смотрится. Чего не хватает? Мусорок, лавочек. То есть этого благоустройства даже перед такими себе большими и крутыми пансионатами позволить себе сделать не могут, к сожалению. Панорамка в обратную сторону. И территория потихонечку зарастает зеленью и становится еще более красивой. Здесь работает полив на газонах. И газоны поэтому не совсем увяли. Хотя, в принципе, могли быть еще более красиво. Ну, а дальше поток людей, которые движутся и с пляжа, и на пляж. Время у нас сейчас без 15 и 12. То есть по-хорошему надо всем двигаться с пляжных территорий, чтобы не получать лишнюю дозу ультрафиолета. Но в сезон бархатный все будут ходить именно к обеду на пляж. Значит, с утра будет прохладно, в обед хорошо и комфортно. Так что, те, кто любят дольше поспать, сезон краски для вас начинается. Заросший, замусоренный канал. Очень долго их чистили, но в итоге сейчас в таком состоянии он находится. В этом году здесь так и не появились батуты, развлечения какие-либо. И, собственно, вместе с ними и лавочки. Есть освещение. И с правой стороны также не работает жемчужная питьевая галерея. К сожалению, все закрыто и заблокировано до следующего сезона. Ну, зато есть хотя бы одна мусорка. Единственная, кстати, на этом проходе. Вру, впереди еще одно. Я вижу. Вот оно, друзья мои. Здесь сегодня какой-то заезд в жемчужную Россию. Приезжает опять очень много частных автомобилей. И здесь, как всегда, у нас транспортный коллапс. С утра еле проехал. Девушка встала на середине дороги и не знала, куда деваться. Это было прям печально наблюдать. Ну, с правой стороны детский комплекс жемчужная Россия. Все детство прошло у них на территории. Раньше заборов таких не было. Мы спокойно там находились. Играли футбол, баскетол. Было классно и прекрасно. Давайте я вам покажу, что происходит с этой стороны. Приехать сюда вы можете на 128-й, либо 114-й маршрутке. Что с Анапы, что с Витязева, они здесь ходят. Ну, соответственно, в три вида стоят машины со всех сторон. И там даже столбики по центру дороги. Ну, люди бросают свои машины. Вот так вот все это печально выглядит, друзья мои. Настоящий транспортный коллапс. Ну, а здесь оформление детей и прием их на отдых в жемчужную Россию. Желаем всем хорошего, прекрасного отдыха, чистого, теплого моря и отличной погоды. Впереди у нас супермаркет и аптека. Работает это только в летний сезон. Все свежевыжатые соки предлагают. Ну, а также попкорн и кофе-вафли и мороженка. С ними вот вход в супермаркет. Здесь рисунки разнообразные. Выточняйте всегда цену. Кукуруза по 80. Снеки, мороженое по 160. Вот большой папа можно купить. Ну, и напитки. Также пиво, видите. Что, о чем и как. Так, здесь находится столовая. Очередь здесь довольно-таки большая. Люди набирают еду и садятся за столики. По ценам столовая можете все разглядеть. Сколько что стоит. Пишите, если здесь питались. Понравилось вам или нет. Вот, ребята, жарят шашлыки. Отпугиватель мину. Ну, а тут фрукты, овощи продают. Можно все увидеть. Минград по 200. Фрукты, пиво, 200, 150, яблоки, 180, нектарины, 250, помидоры. Ну, и тут развал торговли прям очень большой. Выборы, как говорится, на покупку вас не оставят равнодушными. 100% что-нибудь на память себе купите. Аромат специй раздается по этой улице. Сверху, видите, здесь прикрыто такой вот сеточкой, чтобы тенечек создавался. Ну, еще фрукты, овощи, фрукты, овощи. В общем, места торговые, притягательные. Всегда интересно послушать моих подписчиков, что покупали, что интересного находили. И, может быть, что-то посоветуйте, какие-то конкретные точки, где ценники гораздо ниже, чем в других местах. Такие вот дела, дорогие друзья. С фруктами и овощами, вещами, одеждой, сувенирами. У вас никаких проблем у нас на отдыхе не будет. Сан-Ислан, справа с торговли, находится и туалет по 30 рублей. Здесь еще немножко сувениров и разной продукции морской тематики. В общем, все работает, друзья. Впереди у нас фудкорт. Гира, шаурма. Можно прикупить. Выпечка разнообразная, рыба продается. И, собственно, дальше еще шашлыка. Здесь в этом году даже луковицы, разные растения продаются. Как выглядит шашлычная, туда дальше можно пройти посидеть. Ну, а здесь мы спрыгиваем с тротуара. Потому что тут становится очень пустко. И идем дальше на пляж. Туда проезд направо мы снимали в этом году. Гостевой дом. Название сейчас не вспомню. Ну, если вы помните, то пишите, как вам. Пойду сюда влево. Вообще все направлено, чтобы выходили туда к небольшому кругу. Но в этом году здесь забор не поставили. И мы с людьми обходим это все. Нужно было вот отсюда выйти. Красота, друзья, на проходах. Только не хватает немножечко лавочек, мусорок и другого благоустройства. Там озеленение. С левой стороны у нас Анапа находится в санатории. И с правой стороны тоже какой-то ведомственный за большим забором. Между двух заборов мы идем с пляжа и на пляж. Парфюмерия здесь по 500 рублей. Ну, а дальше еще мороженое оно проходит. А также какие-то экскурсии здесь предлагают. Дальше уже начинаются после этих заборов наши великолепные дюны. Здесь они тоже очень большие. Повторяюсь, только самое главное не замусоривать их. Потому что для нас важна чистота и красота. Ну и посмотрим, что здесь организовалось в этом году. Ну и что получается. У нас какие-то кексы переехали сюда. Дальше у нас проход самому к пляжу. Туда направо в джюль-джюн. Можно прогуляться. Здесь квас, столовая, шашлыки запахи раздаются. Всех по 100 рублей предлагают. Ну и столовая. С музыкой я просто не хочу останавливаться, чтобы все равно кричать придется. Шашлык ребята жарят. И косняшка. 152 штуки кукурузу предлагают. Ну вот такой вот проход. Можно идти с левой стороны по песочку. Либо по настилам. Но мимо торговых павильонов. Зато еще и под навесом. Пляжем Чужной России впереди нас ждет. Я думаю, что всем и вам интересно тут косички плетут. Мне очень нравилось подниматься на дюны. Здесь, однако, мы с квадриком летали оттуда. Запускал его. Ух, слушайте. Прямо отсюда вид на пляж фикарный. Людей очень-очень много. С левой стороны, если уходите, там есть свободная зона и меньше людей по прямой. Здесь есть благоустройство. В плане того, что вам предложат лежаки под навесами, батуты попрыгать. В армии территории, по идее, не работает. Туда дальше у нас Анапа, Парус, Селена. Обычно эти пляжи показываю в телеграме. Видео по утрам. Здесь находится туалет по 30 рублей на этом бугере. Очердей, как всегда, видите, нету. Ну, хоть кто-то пошел туда. Это уже хорошо. Здесь на батуте девушка прям в восторге от прыжков. Тут что-то функционирует все-таки. Ну и шезлонги. Все саняты людьми. Свободных мест так не найти. Раньше здесь висели ценники, что почем было на отдыхе. Сейчас их нету. Ну, хочу сказать, что людей вот сейчас на 12 часов так-то уж и много на пляже Жемчужной России. Раньше я видел здесь и больше. Прям до самых шезлонгов все было занято. Мест предостаточно. Так что, ребята, можно спокойно приезжать и отдыхать. Стою на пляже Жемчужной России, смотрю в сторону Селена, Парус, Анапа. И можете посмотреть, сколько людей сейчас отдыхает на этих пляжах. Мест, в принципе, предостаточно. Вы сможете между людьми еще найти местечки. Здесь техническая зона прокат. Гидроциклов, ватрушек, бананов, катамаранов. И вот в эту сторону. То есть людей явно становится меньше. Но, в принципе, отдых продолжает. И это прекрасно, ребята. На пляже есть мусорка, место для курения. Сюда люди отходят. Это прям вообще супер. Ну и смотрим, как взявшие шезлонги подходят поближе к пляжу. Здесь шезлонг, по-моему, 250 рублей на полдня стоимостью был. Так, сейчас пытаемся прорваться к берегу моря. Здесь с левой стороны. Метроцикл. Можно прийти покататься. Девушки в красных купальниках красивые. И тут в очередь можно увидеть как раз-таки покупающих аттракционы. Здесь посмотреть, что по чем стоит. Море. Самое главное сегодня, друзья. Это изюминка. Я сегодня был уже на пляже. Увидел, какой он здесь. И я был в востоке. Посмотрите на эту чистоту берега. Есть одна медуза. И гидроцикл с таблеткой возвращается обратно. В ту сторону, посмотрите. Как выглядит пляж. Давайте приближем. Берега все заняты. Повторяюсь, места есть. Идей очень-очень-очень много еще. Это классный сезон продолжается. А это если мы посмотрим в обратную сторону. Между таблеток Мираклеон. Здесь на пляже тоже. Такая красота, ребятки. Температура воздуха у моря 34 градуса. Прыгает туда-сюда. Мальчик залипает на медузу. Я предлагаю вам замерить температуру воды. Какая она. То, что чистое, прекрасно. Я думаю, вы видите. Итак. Фантастика. Просто, когда ты ходишь по таким берегам. Наслаждаешься тем, что люди все получают максимум солнечных лучей. И удовольствие от отдыха. И можешь делиться еще во все ваши города. Это прекрасно, дорогие друзья. Посмотрите, как красиво это все выглядит. Супер просто. И температура моря. На данный момент времени показывает 27,9. Небольшая волнишка приходит, что делает отдых еще более классным и крутым. А здесь, в правой стороне, у нас пытаются починить гидроцикл. Сзади меня ребята стараются, чтобы возобновить все эти движухи. Которые были. Я думаю, что жемчужину мы посмотрели. Давайте отправимся в сторону Аквамарина. Обычно это самый густонаселенный пляж. Такой великолепный корниротик. Ребята, можно увидеть. Но он уже, по-моему, все. Погибший. Пойдемте гулять. Смотреть по сторонам. Дети пытаются выгнать медузу из моря, чтобы она их не жалела. Разгоняются. Залетают писки, визги. Повторяюсь, мест на пляже много. То есть, для отдыха вы себе найдете спокойно, свободный кусочек. И бесплатно на своей лежанке сможете разместиться на пляжике. Поэтому, если вы еще думаете ехать, не ехать, ну и приезжайте. Погода будет классная. Все эти ненасти уже прошли. Дальше нам обещают солнце. В качестве без ветра. Все будет очень хорошо. Здесь песчаные замки. Рисуют из песка люди. Дальше у нас начинается территория детских пляжей. Женчужная Россия. Хочу показать, пока детей нету, то здесь спокойно все отдыхают. Дети уже ушли на обед. И никто никого не выгоняет. Потому что Женчужная Россия, спасибо большое. Ну а тем, кто возмущается, когда приходят дети, хочу сказать, Ребята, относитесь к пониманию, пожалуйста. Ведь за всех детей наши спасатели и медработники пляжей несут колоссальную ответственность. Поэтому, когда на пляжах дети, освобождайте для них территорию и отдыхайте немножечко там в стороне. Ну а сейчас, пожалуйста, территория свободная, открыта для всех. Особо даже веселая. Отходят туда дальше. У детей там фонтанчик стоит. Можно бесплатно водички попить. Что тоже, в принципе, большой плюс. Ну и дальше море пока не дает нам возможность похайповать на водорослях. Потому что их, в принципе, здесь нет. Что очень и очень хорошо. Тут хочется обратить ваше внимание. Вот я отошел еще дальше. И пляжная территория совсем свободная становится. Потому что все люди не любят ходить. К сожалению. Ну или, к счастью, тех, кто любит это делать и отдыхает вот так вот. Спокойно, свободно. На воле пустых. Территория. Здрасте. Хорошего отдыха вам. Тоже на свободных пляжах наши люди. Хафуют по полной программе. С левой стороны у нас раньше была спасательная вышка. И стояла она вообще на берегу. Ну, море отвоевывает берега. Хотя в этом году, видите, насколько расщирилась эта территория. Таблетки вообще стояли прямо в воде. И шторм. Можете посмотреть, как они подразрушены. Пытались сделать что-то для места для отдыха. Но устали бороться со стихией. Вот подписано, что места для купания детей. Детей нет. Также люди спокойно отдыхают. Здравствуйте. На этих территориях их никто отсюда не выгоняет. Ну, такой вот великолепный отдых. Ну, какое же море, друзья мои. И как же манит оно, чтобы вы все бросали и к нам на отдых приезжали. Ух, дальше территория пляжа Нераклеон. И сейчас вы увидите, сколько людей отдыхают там. И имеют возможность платить за 25 тысяч в сутки за номер. И, как говорят, для кого-то снимал, показывал all-inclusive. Класс 15-18 тысяч за номер. Здесь еще дороже. Вы можете сами уже отсюда наблюдать, сколько людей на отдыхе сейчас в этих местах. Это, причем, средний бюджет я вам назвал, цены за номер. Там есть еще и гораздо дороже. Собственно, вот так выглядят эти места. Дюны прекрасные, красивейшие. Тоже спокойно, свободно для вашего суперотдыха. И подходим к этим пляжикам. Здесь сейчас море тоже чистейшее. Я думаю, это лучшая реклама будет для тех, кто посмотрит и захочет приехать. И вы видите, зло, что сейчас у нас все очень-очень хорошо. Давайте приближу, покажу вам пляж с высоты немножечко. Друзья, с вами наблюдаем пляж Мераклеон, который находится перед Земчужиной России, или между детскими пляжами, правильно сказать. Там находится у нас Фюнк, самый дорогой новый отель, открывшийся город Мира. Далее у нас Беттенбрюд, Фиолета, дача Дель Сол. И, забываю, последний, вы мне пишите потом в комментариях. Ну и люди отдыхающие, счастливые. Все у них в этом году прям получилось. Цена отдыха здесь, по-моему, 25 плюс за номер. По системе все включено. Море выглядит вот так, друзья. Хорошего отдыха желаем им. С правой стороны большое количество людей играет сразу в волейбол. Также здесь какая-то танцплощадка имеется. Потому что этот пляж немножко даже уже несколько частей делят для развлечения людей, чтобы все помещались. Море классное. Детей много. Людей тоже. Все прибиваются к берегу, чтобы быть поближе, так сказать, к нашему морю. Режики у них здесь вот такие дощатые появились. И были вот такие вот сеточки в основном все. Чуть-чуть что-то меняют, добавляют. Так что посмотреть на довольные лица людей, all-inclusive, развлечения, питания можно в полной мере. Потому что здесь все есть. Заплатив, они уже не думают о том, сколько там, куда им потратить. Я раньше не понимал особо этот отдых. Но в этом году очень много интузивов посмотрел. И даже теперь не удивляюсь, когда ты приходишь на пляж, а людей нет. Все возле бассейна. Потому что аквакомплексы строят почти в каждом практически свой аквагородок. Либо большущие подогреваемые бассейны. И чуть погода не такая вот идеальная, как сегодня с чистящим морем. И люди уже на пляж в принципе не идут. Ну, как говорится, а зачем, если у тебя все в отеле так прекрасно. Я очень сильно удивлен, сколько же здесь на самом деле людей. Казалось, что будет поменьше их на пляже. Ну, как ощущение, сегодня все решили отдохнуть и покупаться на все деньги, которые заплатили в море. Ну, и желаем это счастья и удачи. Всем тем, кто это делает. Самое главное, молодцы, что столько детей попривозили. И все они оздоравливаются. Ведь эти пляжи всегда считались детскими. И самыми лучшими для отдыха. С маленькими. Желинца здесь, кстати, водительщики чуть-чуть появляются. Ну, и так уж и много ее. Здесь работают спасатели. Только что ребенка потеряли и сразу же нашли. Пляж, как ощущение, как центральный. Видите, потому что людей очень-очень много. Ну, сравнивая сейчас его с тем, на который мы придем, который будет у нас называться пляж Аквамарин. Это, можно сказать, ничего. Потому что свободных мест еще очень много. Кто-то под зонтиками отдыхает, а кто-то жарится под прямыми лучами солнца. И, как говорится, выбор. Уже каждый делает свой. Дальше здесь территорию. Фюнф отделил себе забором от Мираклеона. Это для меня еще более такой угар. И, кстати, здесь у них на самом дорогом их курорте больше водорослей, чем мы шли в начале. Так что, не значит, если у вас здесь свой забор, там более такие комфортабельные лежаки с матрасами за более большие деньги. Пишите, кто, может, из моих подписчиков отдыхал в Фюнфе. Как вам понравилось, нет, в этом году. Ну, и, может, с зеленцой именно здесь. Здесь просто, видите, такая бухточка за таблеткой. Мало течения. И отсюда воду не прокачало. Ну, кстати, тоже даже на Фюнфе людей много отдыхает на этой территории. Ну, а дача здесь у них бар и бунгало. Ну, и самое зеленое море, которое мы сегодня встретили, в принципе. Вот таким мы увидели курорт Мираклеон. Именно с береговой линии. То, как отдыхают. Вот даже люди, кто-то пришел сюда с простынкой, но тоже остановились там, где прям кисель из водорослей. Такое себе, наверное, удовольствие. Но если не выбирают, то, может быть, специально водоросли искали. Ух, а там игра идет. Волейбол прям в море. Красота. Здесь работает медпункт. Это же «Чужина России». Относят тоже. Здесь у нас приморский солнечный детей приводят. Предыдущий пляж это был «Сокол» и «Космос». Так, чтобы еще что вы ориентировались. И вот так вот кончаются водоросли. И начинается опять кристально чистое и прекрасное море. Детей нет. Пляжи абсолютно пустынные и свободные. Ну и волейбол ребята раскатывают. В этих местах море отодвинулось. Видите, какие плиты лежат. Это сваи, на которых раньше стояли аэрарии. От них еще был берег. И дача только потом начиналась морем. Хотелось бы все-таки пока вот возле берега это все повытаскивали, пообкапывали. Тогда было бы очень хорошо. Так немножко берег небезопасно. Вот эти вот красные флажки – это как раз-таки сваи в море. По большому сожалению. Тут, как будто же ребят не выгоняют, кто сейчас отдыхает. Но их здесь крайне мало вообще. Шок и ужас. Пустые пляжи города-курорта Анапа. Что делать, как быть, как вас сюда зазвать. Приезжайте, ребята, отдыхайте, наслаждайтесь. Место таких прям очень и очень много. Конечно, и такое снимать надо. Вот вы скажете, что только подросли показывают. И тут просто пляжи совсем пустые. А мне нравится показывать, как отдыхают люди счастливых. То есть здесь тоже улыбается целая семья. Там еще двое, там трое. Красота. В общем, кто ищет, тот всегда найдет себя. Просто великолепные места для отдыха. Ну, в принципе, наоборот. Кто не ищет, тот отдыхает там, где придется. Но иногда везет, иногда ему грязное море достается. Так вот в рифму, друзья мои, можно во всем об этом рассказывать бесконечно долго. Сейчас издалека я вам показываю пляжик, к которому мы двигаемся. Это Дитизевский, называется он Аквамарин. Либо по улице Светлого, выход дачи туда, центральный пляж. Там очень и очень и очень много людей. И не вижу плачущих. Все довольные, счастливые, отдыхающие. Сказали, мы вот с места, где соединяется жемчужина России, республика Виталия. Отсюда за Дюнами мы видим новый корпус детской курорта Вита, как он там празднует, где все это называется. И здесь немножко где возле этого забора тоже отдыхают. С левой стороны тоже все дети поуходили на, так сказать, принятие пищи, дневной отдых. Потому что под палящими лучами такое себе находиться. У них здесь иерарии в Италии существуют. Ну, собственно, море выглядит у них вот так. Чуть-чуть зелень в море присутствует. Есть и вот такие вот забудростные места. Дети стоят, смотрят, как там на катерах ходят по морю и летают на парасельнике. Сразу три купола в небе находятся. Значит, сегодня в небе все спокойно и хорошо. Вот тут выход на море через центральный пляж. И с левой стороны у них еще второй от старого корпуса Республики Детства в Италии или Вита. Всегда, кто смотрит меня, я вам рассказывал. Вот если видите водорослик, просто прогуляйтесь дальше, друзья. И будет чистое море. Иногда бывает, когда волна и растягивают до всего берега. Конечно, это сделать сложно. Но об этом я тоже в своих видео рассказываю. Но когда море спокойно, водоросли всегда аккумулируются в каких-то местах, углублениях, выемках. И рядышком буквально вот оно уже чистое и прекрасное море для вас. Вот он, контраст. И пошла чистая водичка. Так что, кто ищет, тот всегда купается в чистом море. Понимаю тех, кто говорит, что мы приехали не для того, чтобы бегать вдоль пляжа, там искать, где чисто и классно. Ну, все всегда как есть, друзья мои. Поэтому отдыхайте, как вам хочется. Ну, а души рады тому, что вообще к нам приезжаете. Спасибо вам всем за это. Искренне и от души. Давайте посмотрим отсюда еще на пляж Мира и на купола красивые. Здесь катамараны. Ну, а здесь происходит смена катающихся. Ну, а кто-то в небе летает. Очень красиво это смотрится. Честно, парасейн классная тема. Мне понравилось. Главное, чтобы сохранять технику безопасности. Это уже на совести тех, кто предлагает вам эти прокаты. И тогда все будет классно. Тут у нас видим пляжик. Насыщенный людьми, как я и говорю. Один из самых популярных у нас. И все смотрится очень симпатично. Очень количеством людей. Но мест, как видите, тоже много. Искупали пёселя. Ну, а мы продолжаем наше движение. У всех этих прекрасных людей, приехавших к нам на отдых. Иногда по пляжной территории идти прям сложно. Поэтому приходится обходить всех. Бар отработал закрыт. То есть водичка вам надо теперь приносить с собой. Какое-то решение приняли в этом году у нас администрация. И позакрывали все территории для питания, водички, покупания. В общем, общепита больше у нас нет. Отдых же. Я так понимаю, в этих местах кто-то шел чуть подальше. Людей складывается великолепным образом. Потому что места есть. Тереться друг от друга не надо. Можете спокойно отдыхать. Девочка лежит. У меня чуть-чуть. Вот, то есть, да, не этот кусочек. Можете еще удивиться. Думаю, водоросли этого нету. Так, друзья мои. Ждем вас. Те, кто еще не успел в этом году отдохнуть. Реально. Посмотрите, как здесь, напротив пляжа Баригантины, свободно стало. Людей практически нету. Все пусто. Вот, так сказать. По сравнению с тем, что было и что сейчас, это вызывает большое удивление. Реально. Кто помнит на все видео, про что мы тяньком с эфиром сюда приходили, когда мы купами, сезон открывал и закрывал в один день. И здесь просто негде было лечь. Как и с той стороны. Сейчас с той стороны я вижу, что людей много. Но с этой, пожалуйста, весь пляж для вас, дорогие мои, ждет только того момента, когда вы сядете на пост или машину и приедете к нам на отдых. Очень вас ждем. Приезжайте обязательно. Будем рады вам обязательно. Такое небольшое автология. Здесь чуть водоросли пошли. И дальше опять чистейшее море. При том, что людей здесь отдыхающих невероятно много. И здравствуй, пляж Аквамарин. Вот людей на этом пляжике прям очень и очень много. И я этому рад. Я уже думал, что все подозревали. Нет, просто многие выбирают отдых именно в правой части. Но отсюда еще и выход туда дальше. Вот такой контраст. Шли по пустым местам. Но здесь людей побольше. Не приходят, но смотрят с левой стороны чуть водоросли. И идут все именно сюда отдыхать. Еще раз отдыши. Спасибо всем, кто приезжает к нам. На календаре 28 августа 2024 года. Дорогие друзья, вы смотрите на пляж, который называется по улице Светлой Аквамарин. И вот такое количество людей. По-моему, самый густонаселенный пляж, который сегодня встречаю. Людей здесь много. Море 28,5. Температура воздуха 33 градуса. Из моря вообще люди не спешат вылазить. И при этом, знаете, в чем контраст. Потому что с этой стороны людей вы увидели, как много. Поворачиваем камеру направо. И туда дальше там вообще пустые места практически. Это удивляет, конечно. Всем хорошего, прекрасного и классного обыкновения. Покататься на такой лодочке можно на затонувший корабль. Одесский горсовет он называется. Я на него нырял. Можете посмотреть у нас на видео. Встречают ребята дельфинов. 600 рублей с человека. Плюс купание в открытом море. Если что, обращайтесь к машине ручкой. Хорошая работа. И мы дальше выходим с пляжных территорий. Пойдем прогуляемся уже по улице Светлая. Я думаю, что от моря вы сегодня кайфанули по полной программе. Покидать такие места всегда приходится с грустью. Потому что не искупался. Сегодня это действительно так я грущу. В таком море хочется окунаться. Потому что действительно чистое и манящее. Но я не взял шорты. Я был готов, что оно будет чистое. Но подумал о том, что ладно. По-быстрому все отснимемся и уйдем. Лежаки свободные имеются. Поэтому можете спокойно приезжать. Не бояться, что вам места не хватит. Бары, как я говорил, все закрыты. Ничего не работает. Здесь зона для курения. Вместо мусорки бутылки у людей валяются. Тут люди паркуют свои коляски. Дальше идут уже без них. Работает батутный центр. Так что там дети катаются на большом батуте. В водичку. И посмотрите, какой поток людей идет с моря. По-моему, больше, чем сейчас на пляж. С левой стороны у нас Аквамарин. Тот самый пляж. В честь которого мы и называем эти места. Ну, либо Бригантина. Можно назвать его. Затем забором находится. Здесь находится лопный шарик. Массажные услуги. И как раз все работает. И шарики лопают, и массажи делают. Но больше всего меня не радует то, что не хватает здесь переодевалок. Слишком много постоянно людей здесь стоит. Очень, видимо, жалко. Что, вроде бы, такие легкие задачи на этих пляжах тоже не решаются. Переодевалок здесь раз, два, три. В некоторых местах людей практически нет. Мы видим сразу комплексно по четыре переодевалочных места стоит. И никто там не толпится. Здесь же приходится это делать. Ну, и мусорки на пляже есть по свету. Это большой плюс. С левой стороны наши великолепные дюны. Здесь пляж на территории отелей. Но в любом месте вы можете подходить к берегу и купаться. На стил в этом году здесь удобно. Широкие. Можно в том обратном направлении двигаться вместе. Я люблю ходить по песочку. Потому что ноги прогревают. Сейчас он уже не такой горячий, как в пиковые летние месяцы. Сейчас вполне себе комфортно. Опять-таки все в бучках. То есть люди идут, курят, бочки бросают. Считают, что бочки – это не мусор. Почему так происходит? Не понимаю. Прошлый раз, когда мы проходили, здесь правой стороны под этим столбом сотовой связи была огромная мусорка с бутылками. Ее потом на соседей сразу же убрали. Это большое достижение. Сейчас ямка-то есть, но всего лишь пару бутылок валяется. Там было прям их засилье. С левой стороны у нас аквапарк наш, битязевский. Тоже довольно-таки интересный. Пару обзоров на него есть. Тут начинается территория фудкортов разнообразных. Можно прийти поесть. В принципе, чем многие и занимаются. И разные товары, игрушки. Пунчик по 100 рублей, например, здесь. Пулгруза по 100 рублей. Фонтан. В общем, места красивые. Места вас ждущие. Будем надеяться, что сезон еще не закончился. И вы еще к нам приедете. Аквапарк называется Олимпия. Правильно сказать, друзья. С левой стороны можно пройти. Но я всегда хожу справа, потому что там есть мой любимый фонтан. Трогательный. И мы спускаемся на светлую улицу. Тут у нас и вещи продаются, и полотенца с правой стороны. Деревья есть. То есть места вообще очень классные. И ждущие вас всех от души. Это говорю, потому что знаю, что каждый человек, который здесь работает, душой болеет за свое дело. И хочет, чтобы вы приезжали именно к ним. Тогда они еще счастливее будут. Дополнительные зонтики. Так как здесь, по-моему, это фреш-бар открылся. Работают фитофарм-оптики. Здесь у нас улица Барханная называется. Гестевой дом находится. И столовая родственник с ним продают квас. Ну и разные элементы курортного. Нужного, не нужного. Шуба нельзя назвать курортным. Тема зонтиков. Ямы стало больше. Кстати, здесь почему-то не все торговые павильоны. Здесь и кофе такое мы продевали. И все-таки. Уед, а так как так называется. Не знаю, что такое. Пицца. С этой стороны ребята готовят и еду, и хот-доги, махито, вкусные соки. То есть все, в принципе, работает с напитками. С левой стороны от них, как раз, можно посидеть. Также есть такой фонтан трогательный, великолепный. Здесь у них мясо продается. Разные салаты. Агропап, по-моему, пытается открыться. Не знаю, состоит ли в этом году уже. И финкальный. Финкальный мы в этом году делали обзорчик. Хорошая местечка. Советую, приходите, подпишите, пишите отзывы свои. Ну и, собственно, трогательный фонтан. Для детей это просто за счастье. Пока их родители едят, там можно охлаждаться, а родители сидят под навесом. По вечерам здесь разные мероприятия проводятся. Мусорки есть, посидеть где есть. Приятного аппетита, хорошего отдыха. Здесь роллы пицца. Медийная лавка с правой стороны находится. Дальше еще один фудкорт. Ну, вот тут продают разные вещи. В большом-большом ассортименте для вас. Здесь жарковато, единственное. Прямо идешь и таешь на глазах напитки. Все швыки. Алкомаркет и аптека центральная. Также еще один океан. Магазин со всеми нужными и ненужными товарами. Для вас там есть абсолютно все. 31 градус в тени. И очень большая влажность. За счет того, что, друзья, здесь сейчас у нас нет ветра. Здесь пироги осетинские, настоящее дело. Тоже вкусная тема. Если пробовали, пишите. Будет интересно ваше мнение, как помните. Мы подходим до Серебряной улицы. Пересечение со светлой. Здесь золотые дюны. Апартаменты у моря находятся. В левой стороне Солгрант. Отель. Там база отдыха. И отсюда даже одним глазком мы могли разглядеть с вами параллель. Столовая с правой стороны в этом году не открылась, к сожалению. Я думаю, что сильно бегать под столом не буду. А то у нас получается не видео, а чистый обзор столовых. Вот баварское пиво по 80, например, здесь на разливе. Есть разные снеки. Шашлыки с сыром, картошкой и грибами приготовленные. С правой стороны кухня территория еды называется. Тоже довольно-таки востребованная столовая. Постоянно наблюдает много людей. 100 рублей мороженое здесь стоит. И также шашлыщное здесь работает. Тут можно мякоть взять, допустим, за 300 рублей. Ребро за 300. Это все баранина. Ценит, в принципе, такой, как и везде. Поэтому особо не вижу смысла бегать и показывать вам все. Трой находится с левой стороны столовая. Тоже много людей там отдыхает. И дальше сувенирные лавочки. С правой стороны у нас бригантина. С левой стороны у нас ваза отдыха. Огонек детская находится. Я прям таю на глазах. Друзья, это очень-очень жаркая история сегодня. Мне говорила мама, говорит, не ходи сегодня. Очень душно. Но я все-таки подумал, что хочу это совершить. И получается, что все получилось великолепно. Вот там вот огонек. С правой стороны меха, кожа. Потом шорты, майки, бейсболки, парикмахерская, обувь и магазин продукты находятся. С левой стороны тоже разные магазины на первом этаже. Тут продают игрушки уже. Розовую комбу тоже подобрать бы, потому что куча бычков сюда подбивалась. И не проповала-то она. Там лемоновый паркрут. Твой герой. Краснодарский чай. Море косметики. Холлзмаркет. Футболки, стиль, одежда, обувь, купальники, далее сувениры. И с правой стороны вход на территорию базы Ладыфа Бригантина. Санаторий, прошу прощения, так он звучит правильно и красиво. Тут в этом году работает столовая с большой рекламой, вывеской. И впереди у нас еще несколько отелей. К этой столовой в этом году открылась детская площадка. Также здесь мангал. Появился шаши уточная номер один, но пока не жарит. Так как не востребовано такую жару мяса у нас. Дельфин. Ну или фэмэль Витязева, правильно называется, с левой стороны. Ребята, это местечко. Можете туда приезжать. Обзор мы делали. Все по-честному показали. На канале имеется. Ну и пишите ваши отзывы, если вдруг там отдыхали. Фрукты, овощи. Также разные круги. Ну и тайское мороженое. Косичка. И еще одна столовая с правой стороны. Если здесь ели, пишите ваши отзывы. Мне тоже будет интересно. Ну а дальше у нас еще два места, которые вам точно надо знать. Это столовая Марсель. По левой стороне сладости всякие продаются. Я не сомневаюсь. Она востребована. Хотя вот сейчас обед. И я бы не сказал, что там много людей. Как раз таки говорит о том, что все, сезон потихонечку идет к концу. И так сказать. Люди-то есть, сидят. Но обычно тут в это время полная загрузка, друзья. И с правой стороны у нас, помимо разнообразной торговли, есть ярмарка. Ярмарка привлекает честными весами, калькуляторами и хорошим отношением к своим клиентам. Собственно, часто ее показываю для вас. И сегодня, я думаю, что мы не будем делать исключения, зайдем одним глазком и глянем. Людей здесь, как всегда, много. И выбор от воров разных тоже. Разные специи, сладости. День добрый. И по фруктам можно посмотреть. 250 персик, 200 жерделя, 300 груш, стоимость 180 персик. 230 инорад, 230 инорад, 150 яблоки. И цены в этом году у нас, конечно, космические. Вот по 100 рублей виноград есть. 150 слива. Местная, красивая. Ну, я думаю, то, что 150 огурцы. 160 мактаринчики. Масло, арбузы. Здесь наши друзья продают рыбу, разные сыры. Все в холодильнике, красиво, классно. И еще сырочки. Ну, и тут то же самое. По 150 помидоры и по 230 есть. Выбор, честно, прям огромный. Товаров, фруктов разных и прекрасных. Ну, также здесь одни из вкуснейших арбузов. Могу советовать. И есть такой царь арбуз. Он сидит на стуле и ждет, когда вы к нему придете. Это один из любимых моих сортов. Мелания. 50 рублей стоимостью сейчас они. Ну, и дальше выходим на Южное Кольцо. Проспект Южный в левую сторону. Еще торговые павлёточки. Там разные парки аттракционов. Туда люди ходят на параллель. Тут продаются экскурсии с правой стороны. Ну, а дальше как раз таки в город мира. Въезд имеется. Ну, а мы по прямой через наш любимый сквер, можно называть. В общем, бульвар Шардоне. Правильно. Будем подниматься туда вверх. Здесь гостевой дом Ретро. С той стороны, не помню, как называется. Мной гостевой дом Екатерина. А Екатерина там, это Кристина. Господи, путаюсь уже от жары. Кофеточка. Говорим до свидания всем этим известным вам местам. И поворачиваем наш взор и тело в сторону подъема. Тут по тенечку классно. Многие, конечно, ходят там вот, вытаптывая дорожку. Народную тропу, кстати. Машин здесь запаркованных на газоне стало меньше. Здесь у нас гостевой дом, который Екатерина назывался. Его в этом году сделали онклюзивом. Тут у них глина Кубани продаются. С того, к сожалению, больше не работает в том формате, в котором была. Здесь их можно поблагодарить за такое великолепное облагоустройство, которое они сделали. Раньше помните, как тут было все печально. Сейчас красота и удовольствие проходить. Есть освещение. Не знаю, кстати, работает он или нет. Пишите об этом. Но нет никаких не лавочек дальше. Мусорки, кстати, присутствуют. Дальше по лестнице. Квостенек, как я сказал. Совсем немножко остается нам подняться по пути. Всякий парфюм продается. Рисуют рисунки, за которым всегда прошу уточняйте. Пацаны, вообще, в принципе, за все. Здесь гостевой дом Арктика расположен. И дышится. Прям тяжко. В гору вроде бы натренированный ходить. Но по такой жаре это очень тяжело. Я рад вам эти минуты и мгновения счастья, прогулок по Витязьеву дарить, несмотря на это жаром. С левой стороны специи. Варенье, живое пиво предлагают. Ну и фрукты, овощи. Так же вас здесь ждут. Шашлыки, кстати, сейчас не знаю, жарят или нет. Значит, тоже. Здесь золото, магазин, разные мясные изделия, соусы предлагают. И аптека на Омбул. Мы дошли до улицы Горького. То есть мужчина уже много лет продает фрукты разные. Туда находится магазин Магнит большой, сетевой и косметик Магнит. Мороженое, что-то ребята на загу взяли выходной. А тут мы переходим через дорогу. Мой дом родной, 63-21. С левой стороны у нас гира, шашлыки, шаурма. Мы идем по прямой, друзья. Власти к Джанику. Запомните, Горького, 63-51. Во дворе дома, возле второго подъезда. Здесь находится как раз-таки точка, на которой Джаник ждет вас постоянно. Пиццерия, аптека, здесь свой дом Мурка. Отель правильно называется. И также предлагают пенные напитки. Приятный очк. Смотрим фрукты и овощи. Дальше тут уже закрыла шашлычная. Ну, Джаник продолжает работать, что прекрасно. Помню, маму Джаму самые вкусные чебреки. Их продают вкуснейшие вафли. И вижу, пока дошла, так же делать вкусное кофе. Если пробовали, пишите, ребятки, будет интересен ваш отзыв. Есть столики как внутри помещения, можно посидеть, так и на улице. Это прекрасно. Ну, и по чебрекам. Маме Джаму. Здравствуйте. Пошла на секундочку. Может, конечно. Покажу по ценам, что в этом году. И всем вам приятного аппетита. Все, пошлите дальше, друзья мои. Бывший аквамарин, нынешний Азимут, называется сеть людей. Вот трена, то есть прям чувствуется, насколько меньше стал. Хотя вот Джаник, как вы видели, сколько людей сидело в кафе. Вот и говорит о том, что место очень популярное. Здесь у нас аптек, капрель. Дальше переходим дорогу. Тут увидим, что ведется какое-то строительство. Тут спорт и мир и так далее. Такое ощущение, как будто какой-то спортивный объект для детей строится. Это прям даже будет очень интересно, что здесь все-таки будет находиться. Ну, мы увидим в дальнейшем еще вид на аквамарин. Эх, я помню, когда я не аквамарина, здесь не было, были только горки, тропинка и дорога. Шла туда, в сторону жемчужной России, можно было бы дойти. Друзья, сейчас здесь все застроено отелями, озеленением. И, кстати, вот здесь аквамарина Азимута. Надо переучиваться. Очень красивое озеленение. Побольше таких зеленых зон у нас было бы очень хорошо. Бассейн с подогревом, свободный номера. Это улица ВК, 67, друзья. Далее Крупиво и красно-белое находится здесь. В тюрьмок заходишь, приносит такая прям прохлада, прохладная. Так комфортно и хорошо становится. Что я же этому рад. Походишь на солнце, у тебя опять тысячи солнечных лучей. Еще одно кофе с самообслуживанием, точка. Ну и я доволен, как у нас все получается. Здесь тоже молодцы. Свободный такой забор. Вносит просматриваться. Озеленение красивое. Вилла. Polaris называется. Бассейн. Красиво. Далее гостевой дом с свободными номерами. ВК-73, это 71 был. И еще один гостевой дом. Находим. Тут на газонах, к сожалению, у нас машины стоят. Потому что нет парковочных пространств в нужном количестве у нас. Улица Горького, 75. И здесь улица Война-Шимбелиде находится у нас. Она идет туда, сюда, бывших виноградников. Сейчас там дальше отеля продолжается. Этот отель называется Антураж. Он у нас много раз был на обзоре. Можете приезжать, отдыхать. Отзывы хорошие. Цена-качество отличная. Пишите, если отдыхали в этом году. Потому что моих подписчиков там было очень много. Бассейн, столовая есть. Все прекрасно в этом плане, друзья мои. Гибискус продолжает. Бурное цветение. И впереди у нас улица Лазурная. Здесь еще один гостевой дом с левой стороны. Ну, к сожалению, без названия. А здесь у нас улица Лазурная. Местечко, в которое приезжает очень много людей. Отснято тоже много гостиниц по Лазурной. У нас на канале фуд-точки. Торговые павильончики. Вот этот, по-моему, тоже гостевой дом у нас был. Ну, а дача Пельное. Царство. Шашлык. Раньше здесь был французский дворик. Как-то так назывался. И столовая. Палили ее. За зеленью еще. Отели прячутся. Кайкасис называют его. Стройка замороженная. Ну, и такие домики полугостевые. Пол для проживания еще находятся. Можно идти. Кстати, вот там вот тротуар вдоль улицы Горького есть. Но можно вот так вот, как я, немножко сокращать, что ли, маршруты. Или показывать вам более интересные места. Частный дом. Да, здесь гостинички. Балясинами. Камушком красиво обложены. И таким красивым оформлением перед двором. Асфальт. В общем, все круто и хорошо. Ну, помню, как этот дом строился. Как на перекрытие. Бац, такое обвалилось. Понтийская 6 с правой стороны. Уже все хорошо. Много лет стоит. Заново переделывали. А здесь Понтийская 9. Тут у нас котельная находится. И уже... Здравствуйте. Есть такое. Мы вас смотрим. Хорошего отдыха. Спасибо. Наши люди везде. Это очень круто. Выходим на Горького обратно. Тут люди паркуются, чтобы сходить в Пятерочку. Потому что там все места, значит, парковочные заняты. Здравствуй, Горького, друзья. Для вас. Как всегда. Поворачиваем налево. И тут приходим в то место, откуда мы сегодня с вами начинали наш обзор. Тут все работает. И гостиницы так же. Ну, друзья, я надеюсь, что вам сегодня было максимально полезно и интересно. Джанику привет. Он уехал вовремя. Я как раз не потолстел от чебуреков. Но место показал вам. Приходите обязательно. Тоти Джемми. Кушайте вкусняшки. И наслаждайтесь полной мере этим, друзьяшки. Для вас, как всегда, по традиции завершение ролика моря. Не забывайте, подписывайтесь на телеграм-канал. Это очень важно для развития блогинга моего ВКонтакте. Группа тоже. Ссылочки есть в описании. Здесь у нас сейчас можете прочитать. Также Ротуб. Есть Ротуб. Пока там добавляют видео с Ютуба. Новые не могу туда грузить. Но обязательно все ролики, которые я снял, я туда тоже загружу. Чтобы вы могли смотреть везде на всех платформах, где вас удобно. Но самое главное, это ВКонтакте, группа. Ребятки, буду вас очень рады там видеть. Крепко обнимаю и на море вас еще раз приглашаю. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова